Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз у меня на канале. Я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена. И сегодня у меня будет небольшой видеообзорчик, небольшого наборчика от Риолис. Это метрика для мальчика, которую я купила совсем недавно в магазине Мир Вышивки. И, кстати, вместе с этим наборчиком, вот с этой метрикой, я приобрела еще несколько наборчиков от фирмы Панна. Так, ну что я могу, конечно, сказать в первую очередь, на самом деле я очень-очень так кардинально ступила, потому что эту метрику по-хорошему надо было вышить лет 7 назад, ну не 7, ну может быть 6 хотя бы. Но, как видите, как слышите, я этого не сделала. Признаться, я не очень с собой довольна. Но все-таки можно сказать только так, что лучше поздно, чем никогда. Значит, я решила сделать этот видеообзорчик именно сейчас, наверное, как раз по той простой причине, потому что я хочу побыстрее приступить к вышивке этой метрики. Она по размерчикам не очень большая. Здесь написано 18 на 24 сантиметра. 18 на 24 сантиметра. Не очень большая. Либо здесь указан размер уже конвы, либо размер готовой работы. То есть, что будет вышло. Но в любом случае это не полная зашивка, поэтому нельзя сказать, что работа действительно очень большая. Но когда я смотрю на эту картинку, мне кажется, что она маленькая. Ладно, там посмотрим. Сейчас посмотрим, все разберем и будет видно. Я уже вытащила из пакетика. Смотрите, вот метрика для девочки. Две метрики, опять-таки, для мальчиков и для девочек с аистами. И еще какие-то... Ангелочки, стулья. Не, ну мне такие не понравились. Я почему-то решила купить именно такой наборчик. Мы сейчас будем открывать. Смотреть, что у нас тут есть. Так, что у нас тут есть, что у нас тут есть. Риолис мне очень нравится. Фирма действительно хорошая. Наборчики хорошие. Вышивала я уже не один набор. Так что я думаю, в этом наборе я не разочаруюсь. Опять-таки, советы по вышиванию. По вышиванию. Написано, какие цвета ниток используются. Так, значит, написано, вышивка выполняется крестиком в три нити Т4, стежком в одну нитку Т5 и стежком в две нитки Т5. Ну, это понятно, что работа выглядит красиво, если верхние стежки крестиков наклонены в одну сторону. Так, ладно, это я еще почитаю. Смотрите, что тут еще есть. А, это упаковщик. О, классно. Здесь еще написано схема, написано, значит, на этом листочке схема русского и английского алфавита. Вы помните, когда я делала видео, не видеообзор, а видео о своих покупочках, я там говорила о том, что у меня где-то есть фотография вот именно такой схемы алфавита. Вот, когда-то я делала, по-моему, какой-то вот альбом, ой, господи, альбом поздравления, что ли, своей подружке я делала этот альбомчик для ее ребенка. У нее ребенка был, по-моему, один год, и надо было сделать такой альбомчик, в котором все гости будут писать пожелания, поздравления ребенку. Ну, так вот. И у меня в тот момент я стала искать вот эту вот схему алфавита, я нашла. И на равномерке я вышивала вот эти вот все буковки. Они получились настолько замечательно, потому что на равномерке они вышиваются на такие крестики маленькие-маленькие. Вообще очень красиво получилось. И я вроде как вот помню, что у меня есть где-то вот эта вот схема алфавита, а может быть и нету. Но я совершенно не ожидала, что здесь уже будет схема русского алфавита, хотя можно это было предположить по той простой причине, потому что на этой вышивке нужно будет что-то написать. Ну, что? Имя, вес, там это рост, время рождения. Вот. Не могу сказать, что мне очень-очень-очень-очень нравится схема вот этого алфавита. Я пока не знаю, мы сейчас с вами посмотрим. Вот она, буковка Т. Не, ну такие буквы, конечно, очень своеобразные, очень они какие-то такими загогульками, загогульками. Вот. Ну, короче, что я хочу сказать. Я подумаю, либо я буду вышивать по этой схеме русского алфавита, либо я буду искать ту схему алфавита, которая была мной использована еще несколько лет назад, когда я делала альбом пожеланий или книга пожеланий. Надо, кстати, вспомнить, как правильно называлось это, что я, вернее, там писала. Так. Так, схемка у нас на обратной стороне. Обычно в Риолисе схемки делают на отдельных листочках. Вот мы можем с вами посмотреть. Ну, смотрите, вот здесь центр 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Не, ну, в принципе, можно сказать, что не очень, скажем, эта работа большая. Не, ну, конечно, придется. Так, письмо пришло. Придется немножечко приложить усилий для того, чтобы мешуточку вышить. Но я не думаю, что это будет супер-супер-супер тяжело и супер-супер-супер долго. Мне кажется, то, что наборчик действительно такой небольшой и не очень сложный. Может быть, именно поэтому мне и захотелось, собственно говоря, его вышить сейчас. Но не только еще поэтому, потому что я хочу ребенку все-таки его вышить. Наконец, вышить. Потому что мама-кукушка, которая уже 7, 6-7 лет, не могла этого сделать. Короче, надо, собственно говоря, все изменить, вышить и повесить у него в комнате. Потому что это важная вещь, я считаю. Но раньше я не то, что не принимала, ну, как бы не, ну, я не знаю, принимала эту важность, что ли, во внимание. Какой-то у меня был момент, когда я вышивала какую-то работу, мать с ребенком, что ли. Я ее так и не вышила по подбору. Вот. Были у меня какие-то мысли, надо начать, надо начать. Ну, короче, видите, я начала и вышила. Вот. Так, вот она схемочка. Ну, собственно говоря, все понятно, все удобно. Откладываем. Так, начинаем смотреть с вами канву. Канва, как обычненько. А, с иголочкой. С иголочкой, с иголочкой. Сейчас мы иголочку поправим. Кстати, они могут немножко нам канву от иголочка может испортить. Надо ее вытащить. Так, иголочка у нас есть, я пока в стороночку положу. Так, смотрите. Канва хорошая, накрахмаленная. Ну, собственно говоря, вот тут немножко, правда, помятое. Единственное, что от иголочки еще дырочки остались. Но ничего страшного, постираешь, этого не будет. Вот. Канва не очень большого размера. Маленькая, накрахмаленная. Ну, собственно говоря, все удобно. Так. Так, ничего нового в Ариолисе пока я, собственно говоря, не вижу. Сейчас будем смотреть с вами ниточки. Я сейчас все-таки иголочку немножечко закреплю. Постараюсь, чтобы не это не попало. А вот, смотрите, аккуратненько. Так, это мы откладываем. Мы начинаем с вами смотреть ниточки. Так. Вот они, наши ниточки. Ниточек, если вот так, кстати, посмотреть, ну, собственно говоря, не очень много. Вот на таких вот мини-органайзерах они закреплены. То есть их придется разрезать и куда-то перематывать. Наверное, на бобинки. Бобинки у меня есть. Для этого процесса придется выделить, вот смотрите, сколько 10 штучек бобинок. Или не бобинки. Или взять органайзер дубко. Кстати, и так, и так можно. У кого что есть, я говорю просто по той простой причине. Бобинки, потому что я всегда, не то что всегда, раньше, когда у меня не было органайзеров дубко, я все на бобинки перематывала. А сейчас, так как я человек, у которого навалом органайзеров дубко, я могу, собственно говоря, взять и каждую нитку разрезать по 50 см и намотать на органайзер дубко. Проблем вообще никаких, я так предполагаю. У меня не будет ниточки здесь обычные, анкоровские, я так предполагаю, да? Тут, по-моему, на наборе было написано. По-моему, это анкор. Потому что не анкор. А, вот, смотрите, схема. Канва для вышивания номер 5,5. Хлопок. Нитки, а, ну да, анкор, 10 цветов, игла. Ну, собственно говоря, как я и говорила, что это анкор, потому что я увидела значок анкора. Ниточки нормальные. Но я не могу сказать, я, конечно, не помню, вышивала я анкором или нет. Но там, собственно говоря, вышивала, не вышивала, в процессе уже посмотрим. Я просто очень-очень побыстрее хочу, так сказать, открыть этот набор. Но я не могла его открыть одна по той простой причине. Ну, как мне показать, собственно говоря, вам, что там внутри. Внутри здесь все простенько, удобненько. Схема для, смотрите, еще раз покажу, для вышивания удобная. Она, нет, смотрите, она цветосимвольная. И еще просто тут один цвет есть без символа. Ну, здесь, как бы, собственно говоря, не запутаться. Здесь очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень с трудом можно запутаться. Вот. Я еще немножечко ее поизучаю, посмотрю. Схема меня устраивает. Запутаться здесь, скорее всего, будет невозможно. Ниточки я не помню, опять-таки, вышивала я анкором или нет. Так что, пока ничего про нитки говорить не буду. Мне нравится, как они на эти маленькие органайзеры, ну, их намотали, а не намотаны. Придется просто, единственное, что разделить по 40 сантиметров, по 50 или 40, по 40 и 50 сантиметров и намотать их на органайзер. Так, по поводу канвы. Канва накрахмаленная. Хорошая, самое главное, не мелкая. То есть, вышивать будет очень даже хорошо. Так, по поводу буковок. Это я могу сказать уже по вашему желанию, по моему, в данном случае, желанию. Либо такими буковками я буду вышивать, либо другими. Но мне нравится то, что они положили схему русского алфавита. Хотя, как они могли, опять-таки, говорю, не положить, если здесь надо было что-то вышить, что-то, грубо говоря, написать. Смотрите, кстати, тут написано, Сашенька, который родился 23 июля 2010 года, который 55 сантиметров, 4 килограмма с половиной. Мой тоже родился в 2010 году, но не в июле. А я, кстати, родилась 22 июля. Как замечательно тут. Я, кстати, еще, знаете, что хочу сказать интересное по поводу вот этих вот дат. У меня, значит, день рождения, ну, цифры в дне рождения двойки и семерки. Вот, день и месяц. Вот, у Тимофея в дне рождения двойка, семерка и тройка у него присутствуют. А у мужа в дне рождения семерка и тройка. Короче, у нас у ребенка получается то, что в его дне рождения, ну, я про год не говорю, именно про число и про месяц присутствует часть цифр, которые есть в моем дне рождения. И некоторые цифры, которые есть, кстати, две цифры, да. Ой, нет, одна. А, нет, две. Да, две цифры. Вот. Нет, одна все-таки. Короче, по одной циферке, в общем, у нас ребенок 100% вытянул из-за наших с мужем дней рождений. Дня рождения. Здорово, короче. Ну, ладно, это все-таки фигня, о которой я сейчас просто задумалась, когда стала смотреть на это. У нас здесь будет написано уже не Саш. Будет написано Тимофей. Мне нравится это очень хорошо. Буковки, конечно, ну, такие, я говорю, с загогульками, но, в принципе, ничего, забавненькие такие. Так, вот такой вот небольшой наборчик. И, собственно говоря, сегодня был небольшой видеообзорчик этого набора, этой метрики для мальчика, который мне очень сильно хочется начать вышивать. Ну, в какой примерно там срок я начну вышивать, я не знаю, но как только, вот, как говорится, я соберусь, а, наверное, я должна уже побыстрее собираться, я буду, собственно говоря, начинать вышивать эту работку. Вот такой вот небольшой наборчик от фирмы Риолис, со всем необходимым внутри, удобным, хорошим. Меня полностью устраивает, я очень-очень довольна. Что тут у нас интересненького есть внутри, это меня очень порадовало. Вам, мои дорогие, большое спасибо, что были у меня на канале и посмотрели мое видео. Я вас всех очень была рада видеть. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Одноклассниках и подписывайтесь на страничку в Инстаграм. Там всегда все самое свеженькое и интересненькое. Всем хорошего настроения, будьте счастливы, не болеете, самое главное, потому что погода гадская какая-то у нас. И мы с вами увидимся уже в других моих видео чуть-чуть попозже. Всем хорошего настроения, всем пока-пока!